Итак, дорогие друзья, продолжается наш турнир. Второй спаренный тур Аэрофлот Open Blitza. Генеральный спонсор группы компании Region. И вот у нас, смотрите, все классики, все фавориты остались на своих местах. Видим, что они, видимо, все выиграли за счетом 2-0. Ну, соответственно, жеребьевка привела к ним новым соперникам. Ну, вот у Яна Непомнящего уже, знаете, такой соперник очень непростой. Александр Матылев, блестящий шахматист, экс-чемпион Европы. Кстати, двукратный и тренер. Тренер сборной России. Так что, можно сказать, тренер с подопечным. Общаются. Я предлагаю эту партию, кстати, посмотреть. Вот Матылев Непомнящий, если у нас есть возможность второй столик поставить, да. Ну, вот сейчас, ребята, только хватит смеяться. Это я обращаюсь к игрокам. Давайте-ка что-нибудь изобразите на доске. Ну, я уверен, что здесь никаких дипломатических ничьих быть не может. Ага. Ну, вот у нас соцеляночка, рассалима. Ян сразу с размаху стукнул этого коня. Чем меньше слонов, тем зеленее полянка, да. Так. Ого, ладья Б8. Уже напал на Б2. Ну, Ян действует более классически. По центру нападает. Ну, черный тоже, наверное, в какой-то момент все-таки аркирует. Ну, как видно, вот при движении Е4-Е5 не боится Александр Матылев. То есть он вызывает огонь на себя. Надеется, что, ух ты, Д5, какой жесткий ход. Ну, зная Александра, могу сказать, что это только самое-самое начало теории, которую он должен хорошо знать. Уж не ферзем ли здесь надо брать? Потому что ведь Ян потом может и нацепять, если что, взять. И не отдать эту пешку. Ну, вот забавно, что наш великий теоретик задумался в дебюте. Редкое такое явление. Смотрите, конь Д5 отдает пешку на Ц5. Ну, это жертва реальная, насколько я понимаю. Вот. Теперь черные могут, наверное, просто аркировать, да, и посмотреть, как белые будут развиваться. А если хочешь отыграть, то надо как-то к этой пешке приставать. Ну, как? Там же на ферзе опять Б4 всегда будет. Ну, вот вы знаете, Янта, ферзя-то ведет, мне кажется, на королевский фланг. Ферз на А4 сейчас пойдет. Слон А6. Такая типичная идея. Вот, кстати, и не пустили. И не пустили ферзя на А4. Ну, теперь комь бьет Е5. Очень опасно играть. Там первый ряд настолько ослаблен, что можно просто где-то мат по первому ряду и зевнуть. Конечно, это утверждение требует доказательств, но считать-то по большому счету некогда. Вообще в Блице многое строится на ощущениях. Иногда ты не можешь объяснить это точно вариантами, но, тем не менее, на всякий случай иногда играешь так, по ощущениям. Конечно, белые могут забрать и на А7, и на С6. Ну, собственно, как и на Е5. Знаете, вот фактически одним ходом черные предложили жертву аж трех пешек, и Ян Непомнящий благоразумно отклоняет все жертвы в пользу развития. Конь пошел не на Д2, а на А3, чтобы слон С1 мог сохранить свободу движения. А теперь конь собирается через С4 попасть на Д6. Это будет блестящее продолжение карьеры. Только, конечно, надо посмотреть, дадут ли черные это сделать. Ну, вы знаете, если здесь ближайшими ходами черные ничего не добьются, если допустят белого берлагу на Д6, то тогда, конечно, станет совсем тяжко. Вот, поэтому вполне понятно, почему Матылев задумался. Осталось только непонятно, где же он сошел с теоретической дорожки. Все действия Непомнящего, если честно, лично мне представляются абсолютно логичными, понятными и культурными. Ну что, ФС7, конечно, можно одним ходом защитить все три падающие пешки, но тогда как раз последует конь С4, и конь выйдет на Д6. Вы знаете, что-то не срастается у Александра Матылева. Он, конечно, сыграл ФС7, но я после конь С4 не вижу каких-то обнадеживающих обстоятельств. Может быть, ладья Б5, кстати. Ладья Б5 был интересный ход, чтобы на С5 съесть, но тогда на Е5 висело. Да, ну вот, поэтому Саша предпочел терпеть. Что он будет делать на конь Д4 одному богу, известно. Потому что там и на слона нападаем, и на пешку С6. Ну, может быть, слон Д6. Может, ничего страшного, кстати. Ну, теперь белому надо как-то завершать развитие. Слона выводить нельзя, пешка на Б2 висит. А пешка на Б2 сама не идет на С4, подвисает. Ну, вот такая небольшая дилемма, да. Я думаю, что белые все-таки могут. Ладья Б1, кстати, нельзя играть из-за конь С3. Белые могут каким-то образом наладить взаимодействие. Но можно ферз А3, конечно, сыграть, защитить все эти пешки. Но не царское это дело. Ну, смотрите, вот Ян избирает активный путь. И, в общем, наверное, правильно делает. Теперь, если конь Б4, то, наверное, на Д3 черного коня не пустят. Хотя надо попробовать, решил Александр и отправился. Так, секундочку. Ладья Е3 ход какой-то, ну, непрочный так по виду. А если слон H6, тогда, наверное, ладья Б3, да. Ну, вроде бы все держится. Непрочный, конечно, но держится. Не знаю, может быть, Е4 какое-то резкое решение. Здесь от черных требуется уже комбинационный блеск. Важно только, чтобы он не превратился бы в треск зевков. Вот это очень сложно, конечно, за доской. Может быть, F5, F4. Да, ну, в общем, Матылев сыграл надежно, крепко. Слон H6. Ну, теперь защищен конь. Ну, ладья Е3 можно сыграть просто. И, как ни странно, съесть пешку на А5. Размен на Д2 не страшен белым. Более того, вполне комфортно все получится. Пешка на С4 защищена. Вы знаете, я пока не вижу обнадеживающих моментов для черных. По-моему, у белых и пешка лишняя, и позиция замечательная совершенно. Видите, какой конь на Д6. Ну, пытается опору выбить у него, да? Матылев теперь угрожает и комь бьет С5, и ладья бьет Б2. Но, вы знаете, после взятия на А6, на короткое время пешек становится 2, еще подвисает коняшка на А6. Ну, не знаю, мне кажется, все должно срастаться в пользу белых. Размен и размен. Взяли на Б2, взяли на А6, взяли на Д2, взяли на С6. И вот это чревоугодие должно перевести все-таки. Ага, вот. А вот такой, кстати, вариант интереснее. То есть, без размена ферзей. Ну, вот любопытно. Теперь ферз А6, тогда ладья Д2. И все-таки при ферзях будет игра развиваться. Ну, это как-то немножко повеселее. Конечно, все равно у белых останутся лишние пешки, но, может быть, какие-то осложнения еще возможны. Белым вот важно мат по первому ряду не зевнуть. Взял ладья Д2, может просто А6 сыграть. Ладья Б3. Ян переводит ладью на Б7. Кстати, если белые сумеют вторгнуться на седьмой ряд, то, может быть, и до черного короля добраться можно будет. То есть, не факт, что это будет вообще материалистичная игра. Может быть, здесь будет все гораздо веселее. Слонца 8. Конечно, жаль менять такого коня на Д6 гордого. Ну, теперь можно вернуться на А3, и ладья на А7 войдет. Ну, а Ян делает форточку, заодно мешает черному ферзю выскочить на Ж4. Очень, вы знаете, грамотная, логичная, блицовая игра. Плохая позиция у черных. Еще и время падает, да? Ну, ладья Д4 без особых идей. Ну, вот пешка А просто пошла. Знаете, игра белых очень проста и незатейлива, и очень эффективна. Пешка А идет в ферзи. Ф5. Ну, а если А6, А7, А8 ферзь. Ну, что, Ф4, Ф3, да? И, кстати, дальше белые могут не реагировать. Просто пешка прошла. Ферзь. Ян, ставим ферзя. Дело в том, что ладья по третьему ряду все держит. Вот ни единой угрозы нет. Ну, просто ферзя надо. Не знаю, может быть, Ян сейчас эстетский возьмет ферзем на С8. А может, на С6 взять. В общем, здесь мои советы совершенно не нужны. Ух ты, Е3. А если ладья бьет Е3? Я что-то не понял замысл. Хотя замыслов-то никакого нет. Да, сдался просто Матулев. Ну, знаете, вот немножко как-то без эмоций играл Александр. Как-то очень виловато. Вот такое ощущение, что человек не проснулся еще и как-то исполняет свой долг, но без интереса какого-то явного. Ну, Ян тоже не демонстрирует радости обыграть своего соратника по сборной России. Ну, в общем, как-то, наверное, не очень-то это такой яркий эмоциональный момент. Ну, а Грещук играет равное ладейное окончание. Я думаю, что каких-то серьезных приключений здесь быть не должно. Все-таки в окончании 3 на 3, как учит нас наука, должна быть ничья. Ну, не знаю. Правда, король обходит сбоку, да, белой пешки. Я бы Ф4, конечно, не сыграл белыми. Я бы сыграл Ф3, король Ж3. Ну, да, вот зачем черные допустили этого короля? Хотя можно ладья Ж7 сыграть и все съесть, да? Я думаю, ничья тоже. Так, Д5. Ну, вот сейчас доиграется этот парень, играющий белыми. Так, минуточку. Ситуация обостряется. Довольно круто. Белые, кстати, тоже создали кое-какие угрозы. Сейчас поставим пешку на Ж6. На Ж7 съедим. Это все не детские игры. Так, минуточку, минуточку. Белые пешки, между прочим, тоже довольно далеко. Так, ладья А5. А, вот это хороший ход. Ладья А5. Если ладья встает на А5, то, конечно, это элементарная ничья. Да, ну, ребята, надо соглашаться и к следующей партии переходить. Это Грещук. Это Грещук. Вот я только не знаю, с кем он играет. Вот если мне наши мастера подскажут, знатоки лиц, лиц человеческих, есть около меня такие прекрасные знатоки, они знают все. А вот я не знаю. Ну, в общем, этот парень очень уверенно провел партию с Грещуком. И, судя по всему, непростой боец.